Товарищество, свободная культура. А вот что для вас есть свободная культура? Я бы не хотел изобретать велосипед, поскольку я сделал некоторые исследования, как зарождались и существовали, сейчас существуют такие культурные центры на Западе, во многих странах. Я бы хотел примерно того же самого, что я искал в этой стратегической программе, чтобы у нас была какая-то дотация, небольшая дотация по коммунальным услугам. Чтобы нас не приравнивали к коммерческой организации, когда мы оплачиваем электричество, например. Понимаете, чтобы городское управление культуры взяло, так сказать, оплачивать так же своих чиновников, тех, кто работает у нас в центре. Все понятно. Это как раз достаточно реальные и простые вещи. Непростые с точки зрения сегодняшнего законодательства, но достаточно простые. А что такое, по-вашему, что такое сегодня свободная культура? Свободная культура... И есть ли она сегодня в России? Нет, она, безусловно, есть. Это свободная культура. Вот. Я думаю, что эта культура свободна от диктата государства. Все-таки. Потому что, несмотря на то, что я обращаюсь к государству, так сказать, как бы за некоторой помощью, я убежден, что демократическое государство, оно только тогда демократическое, когда оно начнет пестовать в свою некоторую оппозицию. А мы являемся некоторой, в общем-то, оппозицией. Ну, оппозиции в таком интеллектуальном, может быть, смысле слова, а не в политическом. Согласен с вами. Да, да. Вы знаете, мы вынуждены завершать эту программу. Я хотел просто напомнить в конце, во время встречи с театральными режиссерами, которая проходила в самом начале театральной олимпиады международной, Владимир Владимирович Путин сказал, что очень трудно, но очень важно найти такую модель отношения с искусством, когда государство пествует, когда государство дает деньги и не диктует. Это правильный, как бы, взгляд для вас, и это взгляд президента России. Поэтому я думаю, что у свободной культуры в нашей стране есть неплохой шанс. Всего доброго, счастливо, спасибо, что пришли. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok